Боитесь ли вы упустить лучший 8К телевизор, который можно купить в этом году? Возможно, это Sony Z9J, 10 тысяч долларов для 85 дюймов, это рекомендованная цена на старте, и около 8000 для 75 дюймов. Эти две цены являются самыми большими среди ЖК телевизоров, которые вы можете сейчас прикупить. Очевидно, что вы можете заплатить намного больше за LG OLED 8К, но мы не будем об этом говорить, я думаю, что это чуть другой рынок, около 30 тысяч. Является ли 8К телевизор Sony Z9J, первое, лучшим, второе, каков его вариант использования? Потому что именно здесь он мне кажется лучшим. Варианте использования. И это, как я думаю, может оказаться самым популярным вариантом использования. Вопрос в том, соответствует ли ваш вариант использования его предназначению? И если соответствует, то это лучший телевизор, который вы получите в этом году. Теперь давайте рассмотрим несколько вещей о Sony Z9J, прежде чем мы поговорим о самой работе телевизора. Во-первых, это мастер-серия, а мастер-серия означает, что это лучший телевизор Sony с точки зрения всех их технологий, их обработки, они вложили максимальное усилие в обработку видео в этом телевизоре, и при этом у него есть процессор XR, и на мой взгляд, это круто. В этом году Sony сделали огромный скачок в обработке видео, в плане просмотра фильмов на телевизоре. То, что они установили процессор XR для всех остальных телевизоров стало очень важной вехой. Их Oled'ы, их ЖК-телевизоры, все было улучшено, а теперь и их 8К мастер-серия улучшилась. Сегодня вы увидите Дэн Айс или Дуэйна Дэвиса, одного из популярных калибровщиков на форуме AVS, он поделится своим мнением о том, что он почувствовал, его первые впечатления от Z9J, а также Роберта Зона. И, наконец, самая важная часть, это то, каков вариант использования, основанный на том, о чем мы говорили, и для чего Sony разработали этот телевизор. Итак, давайте сначала послушаем, что Дэн Айс и Роберт скажут о Sony Z9J, по сравнению с другими 8К телевизорами, которые стоят у них в шоуруме. Давайте перейдем к Z9J, это еще один долгожданный телевизор. Итак, это мастер-серия Sony 8K, он заменяет ZG9 и будет вместо ZH8, который в прошлом году не был мастер-серии. В данный момент они имеются у вас, Роберт? Да, на сегодняшний день мы отправляем их по всей стране. Окей. У вас была возможность посмотреть на этот телевизор, Дуэйн и Роберт? Не могли бы вы рассказать нам, что бросается в глаза между ним и QNET 99? Ну, вчера у меня была возможность подключить Apple TV к этой штуке и посмотреть безумного Макса. Да. Первое, что я мог бы сказать в отношении этого Z9J, то, что он яркий. Да. Это здорово, что имеются яркие блики конкретно в этом контенте, который отображается на экране. Еще одна вещь, которую я наблюдал на нем, и я действительно был удивлен, это насколько кинематографично все выглядело. Когда я говорю кинематографично, он выглядел как фильм из-за матового экрана. То есть Z9J это волшебный экран? Да, верно. То, что у нас здесь имеет матовый экран. Когда проводили его презентацию, я просто смотрел на фактический баланс белого на нем и сделал несколько настроек в пользовательском режиме, просто чтобы подправить кое-что здесь и там, прежде чем я начну делать замеры на нем. Но при его презентации, я был более впечатлен яркими бликами и всякими сценами, которые всем нравится смотреть и рассматривать, и другими вещами сравнивать со всеми оледами, как я люблю. Ага, это о чем-то и говорит, окей. Учитывая сказанное, есть некоторые возможности для проявления таких вещей, как блуминг и тому подобного. Мне нужно посмотреть на всякие шаблоны и штуки, чтобы убедиться, что это не просто конфигурация из коробки, есть ли проблемы и многое другое, так что это просто фактический эффект всего этого вместе, но это произойдет сегодня вечером, сегодня и завтра. У Spillage Village есть отличный вопрос в суперчате, которым задаются те из нас, кто рассматривает 8К. Как масштабируется 8К на QN900A по сравнению с QN99 и Z9J? Была ли у вас возможность взглянуть на это? Да, я уже смотрел на это. Процессор XR и Sony без сомнения лучший. LG тупо не выдерживает, он не может. А что насчет Samsung QN900A? Я все еще отдаю преимущество Sony, то есть процессор XR буквально доминирует в этом году. И вот это удивительно, потому что многие люди, я уверен, вы это слышали и жаловали, что подождите, у Z9J нет нативного 8К контента, но речь-то идет об апскейлинге с 4К до 8К. Да, это убивает его эксклюзивность, то есть мы говорим о том, что вы загружаете контент в 4К, и он выглядит лучше в 8К, чем на других телевизорах, масштабирующих разрешение до 8К. Масштабированное разрешение. Масштабирование. Да, масштабированное. Не нативное, масштабированное. И что есть такого в этом элементе масштабирования, что сделало Sony лучшим для вас? Для меня это позволение деталям проявиться без усиления краев. Да. А из-за этого, как Sony выполняет свою обработку, это скорее усилитель контрастности, чем сам усилитель краев. Так что они очень-очень хороши в том, что они делают. Они чем-то напоминают мне старую технологию от компании под названием Darby. Я помню их, да, да, для прожекторов. Но это реализация Sony, и они проделали очень хорошую работу по реализации по всей линейке. Я только, я обычно включаю reality creation, любой, кто меня знает, также знает, что я рекомендую отключать эту штуку. В этом году я рекомендую, чтобы и ставили ее на авто в определенном контенте или вручную для другого контента. Она очень хороша. Окей. Пока мы говорим о Z9J. Масштабирование отличное, однозначно яркость, цвет. Была возможность взглянуть, может, на уровни черного или черные полосы, детализацию теней. Какие у вас были впечатления? В черных полосах были некоторые ореолы, в зависимости от того, что было на экране. Поэтому я собираюсь исследовать это. Я знаю, что на примере приведенном здесь мы обнаружили проблему с определенным дефектом, который может несколько повлиять на его работу. Так что это необходимо исследовать еще больше. Но в черных полосах определенно есть ореол, который однозначно имеется. Он незначителен, если вы прямо смотрите, на экран он незначителен. Но когда вы начинаете отклоняться, вы начинаете видеть его больше в зависимости от того, насколько яркая сцена на этом экране. Многие люди спрашивают, может ли калибровка свести это к минимуму, или это просто особенность телевизора и никакая калибровка этого не исправит? Трудный вопрос, в принципе да, потому что все зависит от того, как он реализован и на чем основаны настройки из коробки. В большинстве случаев готовые настройки предназначены для магазинов с яркими помещениями, чтобы привлечь клиентов к их покупке. Да. И в такой настройке на самом деле не требуется максимальное исполнение. Так что да, в большинстве случаев я бы сказал, что калибровка сможет улучшить это. Я хочу кое-что добавить к этому. Да, пожалуйста. Я видел свечение Реол, о которых мы говорим без вопросов насчет этого, и Дуэйн на 100% прав в том, как он это описал, а также то, что становится хуже, когда вы отклоняетесь от центра. Но, безусловно, у этого гораздо меньше врожденного дефекта, присущему всем ЖК-телевизорам, чем у любого другого, который я когда-либо видел. Это только Оледы испорчены отсутствием этого, в который мы влюбляемся, и у них вообще нет этой проблемы. Так что, если вы чувствительны к свечению и ореолу, тогда берите Олед. Но этот имеет минимальное количество по сравнению со всеми другими ЖК-телевизорами. И говоря об уникальных качествах Z9J, вы упомянули, что у него был матовый экран. Похоже, что он предназначен для светлой комнаты. Так что вы можете сказать о его антибликовом покрытии и широком углеобзоре людям, которые могли бы разместить его на своей веранде со всеми открытыми окнами? В такой среде, как он соотносится с QNA99? У меня не было возможности по-настоящему сравнить их бок о бок. То, как здесь установлены Z9J, они обращены к передней части магазина, а в дневное время в магазин проникает тонна света, и позвольте мне сказать вам, эта штука может справиться с этим с легкостью. Это все, что я хотел услышать, хорошо? Это верно. Не смотрите ничего в стандартном режиме. Переключите его в пользовательский режим, и он сможет легко с этим справиться. З9J. Когда бы вы порекомендовали его, Дуэйн и Роберт? Я бы порекомендовал его для высококлассной комнаты, в которой много неконтролируемого рассеянного света. Если вы находитесь в высотном доме с окнами на всю стену, вы не можете контролировать освещение, или просто не хотите его контролировать, то Z9J для вас. Я кое-что хочу добавить к этому, потому что мне понравилось смотреть его при слабом освещении. Эта полноценная огромная яркость, визуализирующая высокий динамический диапазон тонов, выглядит великолепно при слабом освещении, он очень динамично выглядит, он очень реальный. И вот вопрос про Z9F. Я использую, спасибо за суперчат, я использую свой Z9F как монитор для работы игр с его родным разрешением. Как Z9J upskillit с 4К до 8К? Будет ли его непобедимая резкость в игровом или графическом режиме? У вас, друзья, была возможность посмотреть на это? Резкость, которую на самом деле у меня еще не было возможности проверить, однако, если он, если его показатели похожи на A90J или A80J, то графический режим отключает XR процессор. И в других режимах есть настройка, с помощью которой вы можете свести к минимуму большую часть масштабирования процессором XR, и вам просто нужно знать, какие настройки устанавливаются для Reality Creation. Есть способ полностью свести ее к минимуму для монитора, игровой платформы, графическом режиме в режиме игры. Спасибо вам, Роберт, и спасибо Дуэйну за то, что пришли остановить FOMO и поделились с нами своими впечатлениями о Sony Z9J. Мы снова свяжемся с ними после того, как у них будет возможность по-настоящему углубиться в измерения, но в случае использования Z9J, на данный момент нам не нужны никакие измерения, потому что ясно понятно, что сделали Sony. Во-первых, это матовое покрытие. То, что, как говорил Дуэйн, с точки зрения тепликового эффекта, матовое покрытие предназначено для более светлых помещений. С одной стороны, в абсолютно черной комнате с матовым покрытием вы потеряете часть насыщенности света, часть этого эффекта. Однако, в светлой комнате оно, безусловно, помогает при ярком освещении, поэтому прямо здесь вы видите, что Z9J, матовое покрытие, о котором я говорю всему миру, слушайте. Если вы действительно хотите использовать этот телевизор так, как он был разработан, поместите его в светлую комнату. Матовое покрытие, светлая комната. Во-вторых, он становится суперярким, нет, не просто суперярким, это самый яркий 8К телевизор, который вы можете купить, не Samsung QN900A и не QNET 99, а этот Z9J. Но в контексте понятного варианта использования Z9J, позволите мне быстро рассказать о Samsung QN900A, потому что это все отличные телевизоры. Samsung QN900A, несомненно, предназначен для темных помещений, он разработан, чтобы конкурировать с OLED, поэтому он не должен быть таким ярким, как Z9J. Хотя, его яркость и не такая яркая, у него также отличное антибликовое покрытие, но и в эффективных темных помещениях его черные полосы будут очень черными. В этом отношении QNET 99, похоже, находится в той же лодке, что и QN900A, он также имеет очень хорошие черные полосы и предназначен для замены OLED, если вам неудобно с OLED в более темной комнате. Z9J не стыдно сказать, слушайте, у вас может быть ваша эффективность в темной комнате, Samsung и LG, а я 8К король светлой комнаты. И вот у нас есть вполне понятный вариант использования Z9J. Вопрос в том, сколько из вас вписывается в этот вариант использования светлой комнаты или темной комнаты, в которой QNET 99 и Samsung QN900A, по-видимому, предназначены, чтобы превзойти Z9J. Дайте мне знать в комментариях. До следующего видео.